Память сильнее времени. Всякое сопротивление бессмысленно! Давайте! Всякое сопротивление бессмысленно! Это были первые дни войны. Не знали еще фашисты, что для советского воина нет большего смысла в жизни, чем пожертвовать собой, защищая Родину. Никогда не померкнет в памяти народа подвиг легендарных защитников Брестской крепости. Среди них был и сын татарского народа, уроженец Пестричинского района Республики Татарстан, командир 44-го стрелкового полка майор Петр Михайлович Гаврил. Он руководил обороной Восточного фронта Кобринского укрепления крепости. 22 июня 1941 года гитлерские войска внезапно обрушились на крепость огнем артиллерии и минометов. Они сосредоточились здесь около 500 стволов, которые давали до 14 тысяч быстрых минут. Большая часть воинских подразделений в гарнизоне находилась в это время на учениях. В самой крепости оставались силы для одного полка. А гитлеровцы сосредоточили против нас несколько дивизий. Останетка была исключительно тяжелая. Шел июль. Войска Совета и Армии вели оборонительные бои под Смоленском. А мы, далеко в тылу врага, продолжали изматывать силы немцев. На 32-й день, контуженный, с ранениями, несовместимыми с жизнью, в бессознательном состоянии, он был захвачен в плен. Пленные советские врачи сделали все, чтобы вернуть к жизни умирающего майора. И даже гитлеровские офицеры способствовали, чтобы герой не умер. Они несколько дней подряд приезжали большими группами посмотреть на советского командира. Именно про Петра Гаврилова рассказывали в каждом пионерском отряде Советского Союза. После боя немецкое командование вынесло на носилках советского командира перед большим строем фашистов. Отдала честь со словами «Учитесь». Вот как сражаются настоящие воины, признав неординарную стойкость нашего официана. Но человек, поразивший воображение гитлеровцев несгибаемой силой духа, долгое время оставался в СССР под подозрением. И только через 16 лет, в 1957 году, его подвиг был оценен высшей наградой Родины, званием Героя Советского Союза. В Советском Союзе о том, что он татарин, узнали только в дни празднования 30-летия Победы. В 1975 году на Центральном телевидении СССР диктор цитировал «Только русский человек мог командовать обороной Брестской крепости, пройти все круги ада и остаться верным в военной присяге». На что Петр Михайлович Гаврилов скромно заявил «Я не русский, я советский татарин». Петр Михайлович Гаврилов для миллионов советских людей стал примером беззаветной любви к Родине, верности воинскому долгу и до конца своих дней занимался воспитанием подрастающего поколения. Умер Петр Михайлович Гаврилов в январе 1979 года и по его воле был похоронен на гарнизонном кладбище города Бреста.